я всех приветствую на своем канале инфа мать инфа и с вами елена я знаю что многие из вас ожидали из кого-нибудь интересного рецепта и так как скоро рождество и новый год я решила сделать праздничный рецепт из дичи каждый год мы на рождество готовим дичь саму косулю и в прошлом году она у нас получилась необыкновенно вкусная не побоюсь этого слова самый лучший рецепт за все эти года и так что же нам понадобится вы видите сейчас на экране хочу сказать что половину ингредиентов конечно же можно оставить в стороны в стороне потому что многие из них вы наверное не найдете то есть зависимости где вы живете и даже вместо дичи можно взять допустим мясо какой-нибудь филе и так нам в прошлом году достался такой-то огромный кусок косули это ее спинка и для того чтобы его разделать надо просто пройтись по ее позвоночнику и разрезать мясо нож должен быть очень острым чтобы у вас все это легко получилось вы разрезаете если у вас допустим тот же даже спинка вдоль на две части и каждую из них мы потом будем мариновать но перед этим конечно же надо избавиться от всех жилок и просто достаточно взять одну из жил и просто попытаться ножом вдоль как бы потянуть так чтобы полностью ее отрезать маленькие жилки тоже их надо все обрезать чтобы мясо было потом нежное вкусно и остатками конечно же можно поделиться своим питомцам в общем там наша собачка была очень и очень даже рада смотрите он даже сейчас покажет как он умеет стоять на двух лапах для основного маринада нам понадобится черный перец ягоды можжевельника если нет то конечно не берите сахар лучше конечно коричневый но можно взять и белый и кожура лайма но снова же можно взять ему ну и конечно же соль все это мы забрасываем сейчас в миксер и вместе будем в миксере в общем-то делать из этого некую такую вот пряность а если у вас нет миксера конечно же можно как-то в ступке сделать лайм или кожуру там разрезать то есть надо прибегать к тем средством которые у вас есть дома посыпаем этой смесью полностью наше мясо со всех сторон так чтобы она промариновалась и чтобы этот вкус проникт в мясо потому что когда вы потом будете кушать вы поймете что именно это задало вот эту вот ноту вашему мясу затем мы все кусочки снова кладем обратно так как было кстати и берем кухонные такие нитки все это связано вместе и затем мы положим на противень но перед этим противень надо приготовить на него мы положим тимьян и лук если вдруг у вас нет тимьяна возьмите какие-нибудь другие травы или вы здесь вообще без него наше мясо готово его можно положить в разогретую духовку до 150 градусов на полчаса 40 минут в то же время я как видите чищу картошку ее режу потому что мы подаем мясо с кратан до фенуа рецепт вы найдете по ссылке вот здесь рядом но теперь нам понадобится сама вишня чуть-чуть портвина не бойтесь все бутылку на мне не надо будет тручок ванили и одна палочка корицы также винный уксус и всего этого мы сделаем соуса также приготовим сами фрукты сок вишни мы выливаем в кастрюлю а сами ягоды на сицы затем мы в сок добавляем туда анисовую звездочку корицу и а бальзамический уксус до 2 3 увариваем соус и затем вытаскиваем все пряности и добавляем туда саму черешню соус может оставаться на низком огне то я бы сказала готовности самого мяса в маленькой кастрюльке растапливаем сливочное масло а затем также мед меда нам понадобится я думаю где-то примерно столовая ложка в этой смеси затем мы поджариваем лук причем до прозрачной такой консистенции слишком не пережаривайте и добавляем туда лучу все это оставляем томиться на 10 минут снова растапливаем сливочное масло в утяннице туда кладем розмарин и лук и чуть-чуть это все поджариваем затем достаем наше мясо из духовки как видите оно полусырое на самом деле так оно и должно быть потому что мы его будем так отавливать в этой утяннице поджаривая с каждой стороны смотрите не перестарайтесь не пережаривать это мясо я бы сказала что это минут 10 должно быть потому что мясо внутри должно оставаться розовым тогда оно будет поистине сочное и мягкое ну а те кто не любит розовое мясо конечно же можете дожаривать но предупреждаю настолько вкусным оно не будет подаем наше лакомство с вишней и алучу а также поливаем соусом из вишни в качестве гарнира я приготовила кратан до финуа которую вы также найдете под моим видео я вам желаю приятного аппетита а также отличных праздников в кругу вашей семьи и говорю вам до следующих встреч в новых видео субтитры подогнал «Симон»